Приветствую вас, дорогие мои друзья, зрители и гости! Вы на канале у Галины. Все мы в предвкушении праздника! Наконец-то подходит к концу 2020 год. Этот год запомнится, я думаю, всем без исключения и войдёт в историю. И почему же я показываю сегодня вам посуду? Потому что мои зрители бывших роликов, где я показывала меню француза, просили показать меня подробнее посуду и столовые приборы. И я подумала, сейчас как раз-таки самое время по теме. Ну вот вы видите супница. Очень она удобная. Вот такие у неё ручки. Тарелка под супницу. Большая тарелка, очень глубокая, для горячего блюда, с большой ложкой. Это не столовая суповая ложка, это большая ложка. Далее пара тарелок под второе блюдо. Маленькая тарелка пирожковая, так называемая. И большая тарелка. На каждой тарелке свой рисунок. Рисунки отличаются друг от друга. Ну, такой вот стиль романтик. Разные. Мы видим с вами изображение сцен романтических. В сервизе, помимо тарелок под второе и пирожковых, есть и глубокие тарелки суповые. А вот посмотрите, какой интересный предмет. Кто догадался, для чего это? Ну, не буду вас долго мучить. Эти тарелки для приготовления и подачи тоже, да. Для подачи виноградных улиток. Ну, это было попутно. Так, продолжаем рассматривать сервиз. Вот такие вот две небольшие овальные тарелочки. И большая-большая такая салатница глубокая. Посмотрите, какая изящная корзинка. Да, можно сказать, корзинка. Она на небольших ножках с ручкой. Да, вот такая вот ложка с отверстиями интересная. Можно и вилку сюда прикреплять. Если, допустим, нужно будет взять редиску, огурчик. Да, посудина это съемная. Ее можно мыть отдельно. И посудина разделена на четыре отделения. Допустим, для четырех разных соусов. Вот вы видите, в наборе столовых приборов, кроме обычных вилок, ножей, ложек, есть вот такие шикарные предметы. Очень большие ложки для сервировки салата или горячего блюда. Да, вот такие большие две. Одна круглая, другая обычная форма, но большая. Лопаточка. Вот такая вот ложка вилка. Большая широкая вилка. Очень удобно мясо ею брать или рыбу. И ножи под рыбу. Большой нож для сервировки рыбы, для разделки ее. И вот такая очень удобная плоская большая ложка. И еще один нож. Нож-лопаточка. Красиво, правда? И все это вот на таком чудесном подносе. Сын смеется, говорит, мам, ну что, в посудку играешь, да? Так, ну, вина, который мы приготовили. J'eux Ranson 2011 года. 12 градусов алкоголь содержит. Ну, вы знаете, что я не понимаю ничего в винах. Кто меня давно смотрит. Мускат. Вот какое интересное вино, легкое. Ну, попробовать я могу, только глоточек. Это, я понимаю, вкусное. Наверное, потому что сладкое. Поэтому и понравилось. Поэтому и оценила. Видите, какая-то медаль у него здесь, у этого вина. У этого муската. О, какая первомутривая. О, какой львенок интересный. Вино 2015 года. Сан-Жуен Медок. Да, Медок известный. Лёпти Леун. Маленький лев. Вот какой подарок выбрал Дмитрий. Но он же у меня лев. Вот такой подарок на Рождество подарил он Жаку. И вот эта бутылочка 2012 года. Я привезла её из Италии. Муж сказал, что смешивать нужно вот с этим алкоголем. 15 градусов. Он кассис. Ну, это как бы ликёрчик смородиновый. И я не могла долго найти сидра из груш. Грушовая сидра. И нашла. Вы представляете, повезло. В одном частном магазинчике нашла грушовая сидра. Это нормально, что бутылка мутная. Я расскажу вам потом. Я обещала же вам рассказать о традиции гато-де-руа и сидра. Расскажу. И вот такой напиток. Это как бы лимонад. Киви с яблоком. Ой, как же я люблю вот этот поднос. А знаете почему? Потому что подарила мне его моя мамулечка. Мамуля, привет! Вот такие вот грозди винограда изображены. По углам золочёные ручки. А сервиз подарили нам друзья наши. Светлана и Патрик. Светлана, привет! Живут друзья где-то минут сорок на машине от нас. Ну, вот так вот. И чайный сервиз тоже готов. Я люблю приготовить всё заранее. Очень люблю, чтобы было всё на столе красивенько, созвучно, гармонично с подносиками, со столовыми приборами. А вот для чего вот этот вот приборчик нужен? Вы знаете? А я вам сейчас скажу. Вот сюда вставляются кусочки хлеба, тостеры. Ну, нарезка такая продаётся. Готовые квадратные кусочки. Мы дома поджариваем в машине. И на подносе здесь, вот видите, стекло лежит, его незаметно. На него выкладывается фуа-гра. А сейчас, мои дорогие подписчики, зрители, муж ответит на ваш вопрос об устрицах. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. О, а это ещё что за фокус? Какие дружные ребята! За руки держатся! В гости пришли! Ну, бьям веню! Добро пожаловать! Абояшки! Друзья, ну, сейчас мы уже заканчиваем. Предлагаю непременно встретиться в следующей новогодней серии. А пока скажем, проваливай 2020-й и ждём тебя с нетерпением 2021-й. Субтитры подогнал «Симон»!